Дорожные движения Дорожные движения Дорожные движения Разрешите начать подачу газа в домовладение? Разрешаю Теперь зажечь плиту, пользоваться горячей водой и не мерзнуть в холодное время года сможет Надежда Гаврилова Она в числе первых получила голубое топливо Ей провели инструктаж о технике безопасности использования газа и вручили памятный подарок А гостей в своем доме Надежда Николаевна встречала радушно, с хлебом и солью В Газпроме принято такая, каждому новому потребителю мы дарим подарок, чайный сервиз Поэтому прошу принять от нас Ой, спасибо, спасибо огромное Поздравляем вас В доме Гавриловой Надежды Николаевны, как и у остальных жителей лесокефари, не было газа С выходом на пенсию она переехала в хутор Теперь живет тут уже 20 лет Каждый год она сталкивалась с одной и той же проблемой – отсутствием газа Более 30 тысяч ей приходилось тратить с начала топительного сезона на закупку дров и газовых баллонов Неудобно, не то, что было плохо, конечно, потому что у нас воздух и красота Но было ужасно Для кого-то, может быть, газ кажется обыденным для городского человека Ну подумаешь, там газ А для нас это большая радость и событие И спасибо всем, кто к этому причастен В церемонии открытия газопровода приняли участие первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Эркенов Председатель Народного собрания Александр Иванов Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Черкесск Олег Дергачев И местные жители хутора Лесокефарь С отчетом о проделанной работе и поздравительными словами к жителям хутора обратился генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Черкесск Олег Дергачев Мы на самом деле очень рады за вас И от лица всей компании группы «Газпром Межрегионгаз» сердечно вас поздравляем с этим знаменательным событием С тем, что в наш населенный пункт сегодня пришел природный газ Хочу еще раз вас поздравить, на самом деле это очень большое и великое дело Мероприятие проходит в рамках масштабного всероссийского проекта «Эстафета газа» И выполнение поручения президента России по газификации страны От имени главы республики с приветственным поздравительным словом к жителям обратился Председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Александр Иванов Он пожелал мира, тепла и уюта в каждый дом и отметил, что в республике газификация проходит активно Разрешите, конечно же, вас всех поздравить с этим знаменательным событием Приход газа в любой населенный пункт – это на самом деле важное и значимое событие для всей республики Благодарность, Олег Леонидович, вам, вашему коллективу и всем тем людям, которые это все сделали, своими руками провели долгожданный газ в хутор леса Кефа Церемония передачи эстафеты подключения газа в хуторе леса Кефарь прошли успешно Местных жителей теперь будет радовать не только свежий воздух и красота природы, но и газ в доме По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в рамках оказания помощи подшефному Старобельскому району ЛНР К новому учебному году отправлены подарки – около 400 школьных рюкзаков, в которых есть канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования, карандаши, ручки, сумки для сменной обуви и многое другое Все, что необходимо к первому сентября До начала учебного года остается всего лишь неделя Собранные комплекты для школы – это та помощь, в которой сейчас нуждаются семьи ЛНР Всероссийский просветительский проект «Достижение.РФ» начал работу в интернет-пространстве До ноября текущего года, когда на ВДНХ пройдет международная выставка-форум, у населения Карачаева Черкесии есть возможность дополнить список достопримечательностями своего региона Это могут быть новые объекты здравоохранения, дворцы культуры, спортсооружения, дороги, жилые дома, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, парковые зоны и курорты Нашей республике есть чем гордиться Открыты физкультурно-оздоровительные комплексы, учреждения культуры, образования, капитально отремонтированные автомагистрали Начали производство предприятия мясоперерабатывающей и текстильной промышленности Пользуются спросом у потребителей урожая плодово-ягодных садов, а у туристов – курорты Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов призвал граждане оставаться в стороне и активно поддерживать реализованные в нашей республике проекты на платформе достижения.рф На территории республики пресечено около 300 тысяч нарушений правил дорожного движения Представленная статистика рассчитана за 7 месяцев с начала года Проведены десятки профилактических мероприятий Подробно о том, что сделано и на что нужно обратить внимание, рассказал Государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Заур Каппушев С ним встретилась Альбина Ламкова Сотрудники госавтоинспекции Карачаева-Черкесии на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия По выявлению нарушений правил дорожного движения участниками дорожного движения Данные меры направлены в первую очередь на снижение числа и тяжести последствий ДТП Сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике с начала 2023 года По настоящее время были организованы и проведены десятки рядовых профилактических мероприятий по предотвращению ДТП Буквально неделю назад закончилось оперативно-профилактическое мероприятие пешеход Сейчас у нас проводится оперативно-профилактическое мероприятие автобус Понятное дело, что в каждом профмероприятии, у каждого профилактического мероприятия свои цели и задачи Которые в обязательном порядке сотрудники госавтоинспекции республики должны выполнять Взаимодействие пешеходов и водителей тоже остается проблемным 113 нарушений допустили недисциплинированные пешеходы и пассажиры транспортных средств Пресечено около 3000 нарушений К сожалению, не все знают, что за несоблюдение пешеходами своих обязанностей Согласно правил дорожного движения их могут оштрафовать Быть пешеходом – это очень ответственно Особенно важно уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила для пешехода Выявлен ряд административных правонарушений, грубых нарушений ПТД Касающихся нарушения правил пересечения прежней части пешеходами Также нарушения правил дорожного движения водителям Которые, в свою очередь, не выполняли требования законодательства Уступить дорогу пешеходу, который пользуется преимуществом движений Наша задача при проведении подобного рода профилактических мероприятий Это, повторюсь, именно профилактика То есть работа с людьми, которая направлена на то, чтобы донести до людей всю проблематику Которая имеется у нас в связи с имеющим место ростом ДТП В том числе и с участием пешеходов За 7 месяцев с начала 2023 года сотрудниками госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии На территории республики выявлено 1185 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения Не имея водительского удостоверения, за руль сели 989 автомобилистов Причем зачастую водители отказываются от прохождения медосвидетельствования в состоянии опьянения Как на месте с помощью алкотестера, который состоит на балансе у госавтоинспекции Они также отказываются от прохождения свидетельствования Фактически говорят о том, что человек находится в состоянии опьянения То есть он приравнивается к тому, что водитель находится в состоянии опьянения И он уже не может дальше управлять транспортным средством И не всегда это случай, когда водитель находится именно в алкогольном опьянении Есть такая проблема у нас, в особенности молодёжи, которая употребляет наркотические средства. В начале учебного года сотрудники ООС автоинспекции планируют провести ещё ряд мероприятий с несовершеннолетними. Лето подходит к своему завершению. Дети массово приезжают домой с мест отдыха. Возможно, некоторые из них отвыкли от оживлённых улиц большого города. Поэтому полицейские подготовили множество мероприятий для юных участников движения и их родителей. С начала сентября месяца 2023 года проведение Месяца безопасности дорожного движения, в рамках которого у нас будут проводиться профилактические мероприятия, в частности, в учебных заведениях. Потому как у нас сейчас будет акцион делаться на учебных заведениях, ввиду того, что детки у нас находились на каникулах три месяца. В особенности, если мы берём младшие классы, и, понятное дело, что кто-то из них где-то что-то подзабыл касаемо правил дорожного движения, в обязательном порядке будем с ними беседовать вместе с преподавательским составом, с родителями будем стараться. Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Инспекторы будут проводить проверки транспорта вблизи образовательных учреждений и на трассах. Алина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Мы продолжаем рассказывать о людях, внёсших вклад в развитие республики. Творчество поэта, писателя и драматурга Муссы Бачаева бесспорно стало частью культурного кода карачаевского народа. О жизни и судьбе литератора материал Шерифат Лепшоков. «Не важно, сколько дней в твоей жизни, а важно, сколько жизней в твоих днях», – говорил Амар Хаям. Всего 42 года судьба отпустила Муссе Бачаеву. Он ушёл из жизни в самом расцвете своего литературного творчества, успев оставить очень яркий след, наполнив сердца читателей надеждой и верой в человека. Имя Муссы Бачаева носит школа в его родном селении. Аул Кумыш – не просто место, где писатель родился и жил после возвращения с депортации. Отсюда корни его таланта. Здесь он познавал жизнь и черпал вдохновение. Книга Аул Кумыш – признание в любви к землякам. В ней слова Муссы Бачаева. «Есть на земле мой аул, мой кумыш, мои кумышанцы. Я думаю сейчас, земля вечна, и вечно на ней люди, мои земляки». А в своей новелле «Миниатюрия, ставшей песней» писатель говорит о доблести и самоотверженности, способности не потерять нравственные качества, быть человеком. Так была названа и одна из его книг. Все они оставляют щемящее чувство. Поднимая философско-нравственные вопросы, писатель взывал к лучшим качествам человека, достойного своих предков, умеющего найти свое место в новом обществе. По мнению критика и литературоведа Казима Гамеда Татаркулова, творчество Муссы Бачаева стало выражением исторического облика, чаяния карачаевцев. Было естественным стремление народа после пережитого сталинского геноцида и обретения родной земли поиска справедливого условия продолжения жизни. «Очевидно, писатель сугубо национальный, Мусса Бачаев, воплотил свои творческие замыслы в таком духовно-нравственном и эстетическом ключе и на таком уровне, что без всяких натяжек позволяет назвать его писателем страны и писателем мира, то есть писателем в исканном великом значении этого слова. Он был успешным человеком, свершившим значительные дела в жизни, добившимся оптимальных результатов. Его творческая судьба, безусловно, была счастливой». Мусса Бачаев написал свыше десятка книг. Это проза, стихи и драматургия. Выступал в соавторстве и являлся переводчиком. Выпускник ГИТИСа и Литературного института, он был лауреатом престижных премий. Так в 60-х зажглась новая литературная звезда. Имя Муссы Бачаева стало известно далеко за пределами Кавказа. Но он оставался жить в родном кумуше. Помнил о своем голодном военном детстве в депортации. Не понаслышке знал о тяжелом труде. В жизни скромной он щедро раскрывался в своих книгах. Многие сегодня переживают ранний уход мастера. Любящих карачаевскую литературу все еще не оставляет ощущения невосполнимой утраты. Уж очень яркий был взлет, покоривший читателей. Я хочу сказать, даже вот я всегда это говорю, что из его поколения, из его поколения и последующих поколений карачаевских писателей, выше него по художественному развитию, по писательским возможностям, потому как он оказался, как сейчас говорят, в топе лучших писателей страны, у нас никто не поднимался. Праздник в сердцах читателей зарождался от искры таланта Мусыбачаева, говорил филолог Асиат Караева. Он прекрасно знал язык и мастерски использовал его. С именем мастера связаны новаторские искания карачаевской поэзии, прозы и драматургии 60-х-80-х годов. Он писал свои книги, опираясь на этнокультурные традиции народа. Язык и пассонарты, карачаевские пословицы, притчи, национальная основа прозы Мусыбачаева. Так он стремился выразить художественный менталитет карачаевцев. Угадывается фольклорой на страницах повестей «А у кумыш, мои земляки», «В сказке о пастушьей свирели», «Притча о профессиях». Книга «Серебряный дед» особое место занимает в творчестве Мусыбачаева. Образ мудрого старика-горца хранится в сердце каждого, кто читает повесть, оставив светлый след в душе, то, к чему стремился писатель. Шерифат Лепшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В картинной галерее Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчорова состоялось торжественное открытие выставки конкурса «Город мастеров». На экспозиции представлены работы мастеров со всей республики. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Вот уже на протяжении многих лет мастера Карачаева-Черкесии удивляют и восхищают своим творчеством, талантом и мастерством. Выставка проводится с целью освещения пропаганды лучших традиций изобразительного и декоративно-прикладного искусства и для поддержки народных мастеров, отметил министр культуры Карачаевой-Черкесии Зурапа Гирбов. Яркая, настолько качественная, настолько интересная и многогранная продукция представлена на вашей выставке, что невозможно сразу ее охватить взглядом. И нужно, наверное, не один час здесь провести, чтобы в каждую работу всмотреться и оценить качество вашей работы. Уже пообщавшись здесь с коллегами, с профессионалами, с мастерами, можно отметить, что уровень работ, уровень выставки растет. Спасибо, спасибо организаторам. Действительно, выставка радует вас. На выставке-конкурсе представлены работы самодеятельных мастеров изобразительного и декоративного искусства городов и муниципальных районов нашей республики. Также в течение 10 дней все желающие могут посетить мастер-классы от умельцев. Благодарность участникам выразила заместитель директора Республиканского центра культуры Лариса Бессарабова. Выставка радует глаз всех посетителей, которые вложили в эти работы свою душу, свое творчество, удачи им в этом поприще, чтобы у них все получалось, чтобы у них хватило сил, творчества, вдохновения на выполнение вот этих своих замечательных работ. И пускай они радуют глаз всех посетителей этой выставки. Отделы культуры муниципальных районов и городских округов, участники выставки-конкурса, презентуют работы своих мастеров. Традиционно внимание публики привлекали работы живописцев, которые представили яркие полотна, картины из бисера, различные подделки, украшения, элементы одежды, музыкальные инструменты и многое другое. Все работы особенные и выполнены с душой, отметила начальник отдела культуры Хабецкого района Анна Даурова. С большой гордостью представляю работы, так как это наши мастера. Хочется, чтобы об этом узнали, увидели многие. Ну и когда их работы вывозишь, и это нравится, просят номера телефонов для изготовления, на заказ. И у них и самих это стимул появляется. Мы ежегодно принимаем участие и стараемся ежегодно привозить работы новых мастеров. Посетить выставку работ самодеятельных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» можно до 31 августа. Выставка проводится при поддержке министра культуры Карачаева Черкесии и Республиканского центра народной культуры в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Дорогами памяти, дорогами мира». Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На высоте более 2000 метров оркестр «Альтерсона», собранный из солистов музыкальных коллективов страны, в окружении горных ландшафтов «Архыза» выступили перед ценителями классики в рамках фестиваля музыки и науки «Другой звук». О концерте на высоте расскажет Дарья Тендит в специальном репортаже. А я прощаюсь с вами. Хорошего вам настроения. Всего доброго.